Всем привет! Покажу замену рулевых тяг вместе с наконечниками. Вкручиваем колесо, чуть-чуть ослабляем болты на ступице. И только после этого домкратим автомобиль. Без съемника здесь делать нечего, хотя есть на ютюбе умельцы, которые снимают без съемника. Для молотя молотком полдня это универсальный съемник для шаровых опор и для рулевых наконечников. Откручиваем болты полностью, отлаживаем в сторонку, снимаем колесо. Рулевой наконечник. Его нужно менять. Здесь порядок действий такой. Очищаем все от пыли и грязи. Максимально, как вам это удастся сделать. Все это дело обрабатываем проникающей смазкой. Вытаскиваем шплинт. Ключ на 22. И откручиваем гайку. Я попробовал кучу разных съемников и остановился на вот этом съемнике. Заводим в рычаг съемника под рулевой наконечник. И теперь нам остается крутить болт на съемнике. И начинаем крутить съемник. Выпрессовывать рулевой наконечник. Сильно не переусердствуем. Еще можно чуть-чуть подкрутить. Съемник сработал отлично. Рулевой наконечник вышел. Вытягиваем или выбиваем. Овощи выбить, конечно. Скрутили гайку. Выставляем съемник на... Рулевой наконечник. И так же... Начинаем... Выкручивать... Выпрессовывать... Рулевой наконечник. Здесь, может быть, это все будет быстрее и проще. Потому что, как бы, где двигатель, не так много грязи и меньше поддается коррозии. Металл. Поэтому, рулевой наконечник может выйти без труда. Рулевой наконечник вышел. Теперь, убираем наш чудо-съемник. Здесь вам такой небольшой совет дам. Здесь нужно замерить расстояние от центра рулевого наконечника до центра. Расстояние между наконечниками нам нужно для того, чтобы более или менее повторить развал схождения. Тот, который был на автомобиле. Но, естественно, потом все-таки придется ехать на развал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...